В этом отделе начальник тишины не потребует. Бесполезно. Четвероногие сотрудники всегда рвутся в бой. В Южном региональном поисково-спасательном отряде 12 собак. Лабрадоры, овчарки, бордер-колли, один бигль. Некоторые уже готовятся выйти на пенсию. Немецкой овчарке Джессике 11 лет. На ее счету больше всего спасенных людей. По правилам срок службы 8 лет. Но если собака успешно проходит аттестацию, ее оставят в строю. Пенсия выдается, если собачка в своей жизни и работе аттестовывается на класс С. Тогда ей обеспечено пожизненное обеспечение кормами, ветеринарным обслуживанием до тех пор, пока она не покинет этот мир. Сама Екатерина никогда и не думала, что станет кинологом. Работала медсестрой в реанимации. Потом пришла медиком в МЧС. Завела себе собаку. И поняла, вот оно дело всей жизни. Теперь лабрадор-мафия, она же Марфа, не только сосед по квартире, но и коллега. Каждый год кинологические расчеты участвуют в региональных соревнованиях. Каждые два года во всероссийских. В 2008 году сочинцы заняли первое место в командном зачете и третье в общем. В 2010-м стали абсолютными чемпионами в Калининграде. Мы только вернулись с учений. В этом году мы уже принимали участие в региональных соревнованиях в Ейске. Также у нас уже прошли ежегодно аттестация на горнолавинную специализацию в Архызе. В этом году уже работы было сделано немало. С помощью кинологов проведено более 30 масштабных спасательных операций. Это поиск пострадавших в лавинах при Эльбрусье, Красной Поляне, ликвидация последствий наводнения в Туапсе, поиск пропавших водолазов во время шторма в Эмеретинской бухте. Эти собаки не ищут след на земле. Нос у них всегда вверх. Они нюхают воздух. В прошлом году в поселке Ахштырь был открыт новый конно-кинологический центр. Для ценных сотрудников построили все необходимое. И вольеры, и площадки для тренировок. Там они и отметят свой профессиональный праздник. Кинологи пообещали угостить коллег чем-нибудь особенно вкусным.